Рассвет Я понимаю, что вопросы задали Очень непростой Есть ли шансы в России Если дочитаете до конца книгу То, наверное, увидите, что я скорее выгляжу пессимистом Нежели оптимистом Поэтому на первом месте поставил слово Закат или рассвет И когда говорю о том, что пессимист я То возвращаюсь к тому, о чем говорил Меня больше всего страшит Демографический фактор России И когда мы вот где-то летом Президент Медведев собрал чиновников своих И проводил совещание по кадрам То у меня измирость по спине пошла Когда он сказал, что некого назначать губернаторами в стране Ужас! Нет людей, которых можно поставить честными, подготовленными Профессионально грамотными На должности губернаторов Куда же пришла Россия? И все чаще и чаще я слышал Не профессионалы стоят у тех или у других рулей управления Нашим хозяйством, нашей вообще структурой Как-то я в одной из этих статей Я говорю, что он написал про эти кадры Я говорю, что устояло слово питерцев Петербургская команда Я там, кстати, написал Не просто петербургская А собчаковская Полупетербургская Потому что вторая половина Петербурга Которая была у бывшего губернатора Яковлева Вместе с Яковлевым Она уже слита в канализационную систему Ее нету Из России не черпаются кадры Это вина власти Она боится этих кадров Говорим, что в Соединенных Штатах Из четырех последних президентов Трое прошли школу губернатора И Буш был губернатором Отец Ветров был губернатором Рейган был губернатором У нас ни один президент губернатора В последних не было Они черпают кадры Из академических структур Возьмите Кейсенжеров Всевышнего, Бшезинского Кандализу, Лайс Они же кто? Профессионалы университета Специалисты по внешней политике У них выработалась своя концепция Их ЦОП взяли Государственные секретари и Сталин Советники президента по национальности безопасности А у нас из академического сообщества Кого мы бы взяли? Никого Никого А позицию мы совершенно в упор не видим Есть она или нет Из нее никого не берут Кое-кого из СПС, из Яблока Взяли Кейн, помните, из Яблока Пусть и нет, занимается правами человека Но на дело Никого же не взяли Кое-кому Ну вот Чубайс, да, толчется там Кириенко Ну это из правых А из левых Те, кто кровью сердца вообще Исходят От наших проблем Никого абсолютно Поэтому вот сушеная база кадровая Вот этот страх конкуренции А ведь говорят сегодня Исуков говорит Без конкуренции мы погибнем Без соревновательности мы погибнем Ну только остроите эту соревновательность Ну и устроите любой, так сказать, открытый диспорт Ну любой из проблем, которые мы затрагиваем в мире Боятся я Поэтому вот это тоже качество власти Кадровая, людская Меня больше всего требует Поэтому я Пессимист По делу вопрос Хотя иногда отношу это Насчет своего возраста Потому что редко люди На девятом десятке Друг становятся даже попрыгунчиками И говорят Все хорошо Прекрасный маркиза Нечем волноваться Можем ведь это и возрастать Но вы поправите Русский дом Передач По-моему шансов у него нет И не будет Причина проста Она позволяет себе самостоятельно Стихоричь А когда так Все-таки Здесь я позволю Сегодня телевидение Это оружие массового поражения и разложения Программа наша Русский дом Это была программа созидания и воспитания Национального самообразования русского человека Так вот Когда потребуется русский человек в России Тогда я уверен И потребуется такая программа Как русский дом Я тут более оптимистичен Чем Мне кажется Программа Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Игорь Негода Игорь Негода Игорь Негода Игорь Негода